Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и в магазине появилось предложение по покупке ключа от запертого контейнера. Из запертого контейнера вы можете получить себе Т-22СР. Это десятка коллекционная и машина вполне себе даже неплохая. За 1000 золота вы можете купить себе ключик. Ну а что касается самих контейнеров, то контейнеры вам начисляются периодически не за каждый бой, но практически за каждый бой разработчики будут начислять вам в ваше хранилище соответствующий запертый контейнер. Если вы откроете информацию по запертому контейнеру, то увидите, что вероятность выпадения машины 3%. Хорошо или неплохо, ну здесь уже сами считайте, насколько вы фартовы. Что касается компенсации в 3 миллиона серебра, я не совсем согласен с позицией и политикой разработчиков в отношении компенсации серебром за коллекционные машины. Но дело в том, что коллекционную машину можно продать за золото. Почему разработчики не хотят на постоянку установить, чтобы за коллекционки компенсация была голдой, мне честно говоря не совсем понятно. Я надеюсь, рано или поздно они к этому придут. Ну просто глупо постоянно продавать машину для того, чтобы попытаться достать ее из контейнера, а потом, если ты ее не достал, на место ее восстанавливать. Гораздо проще будет, если это будет происходить автоматически при открытии контейнера и в случае повторения у вас машины в ангаре, соответственно, сразу получать ту же самую сумму золота, ну и не морочить себе голову. Что касается всего остального, то вы можете собрать части сертификата на Т-22СР, вероятности разные, 10 частей с вероятностью 5% и 30 частей с вероятностью 3%. Короче говоря, вероятность выпадения 30 частей из 100 на данную машину ровно такая же, как вероятность выпадения самой машины. Что касается всего остального, что здесь есть, я думаю, проценты можете посмотреть самостоятельно. Ну а мое же дело высказать свое мнение по данному поводу, ну и, соответственно, выкатить машину из ангара. Из ангара мы, ребят, выкатываемся, абсолютно честный обзор на данную машину есть уже на канале, вот ссылочка сверху, заходите, смотрите, плюс добавлю обязательно ссылочку в описании. Вообще, если вы за честные обзоры, обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайкос и обязательно прожимайте на колокольчик, для того, чтобы не пропускать новые видео. Плюс к тому, друзья, как и в предыдущих видосах, в этом видео, сверху в правом углу, в процессе видоса, появится очередная цифра из кода, которую необходимо за 2 недели собрать, для того, чтобы получить от меня абсолютно бесплатно премиумную машину на выбор, согласно списка, которого я предоставлю. Поэтому, друзья мои, собирайте код, участвуйте в розыгрыше, ну и забирайте свою премиумную тачку. Что касается Т-22СР и того предложения, которое есть, ну давайте будем говорить откровенно, разработчики немножечко хитрят, потому что они вроде бы за 1000 голды продают вам ключ от запертого контейнера, но по большому счету эти запертые контейнеры появляются у вас абсолютно автоматически в ангаре. Ой, господи, в хранилище. Таким образом, получается, что если так вот посмотреть на все в целом, то вы покупаете не ключ, вы по большому счету за 1000 золота покупаете себе контейнер. Стоит ли данный контейнер косарь голды? Здесь вопрос очень сложный. Дело в том, что, допустим, контейнер собери их все, он стоит 500 голды. Этот, получается, стоит целую тысячу. При этом, друзья, если вы возьмете и посмотрите вероятности выпадения машины, собери их все, то в целом там шансы ничем не хуже, чем конкретно в запертом контейнере на Т-22СР. Поэтому, друзья, покупать или не покупать, безусловно, решение должно быть за вами. Я не могу рекомендовать или не рекомендовать тратить свою голду на... Спасибо большое. Тратить свою голду на контейнеры. Кто-то любит щекотать себе нервы, ну а кто-то, как я, допустим, предпочитает купить конкретную машину, которая появляется в магазине, ну и, соответственно, радоваться тому, что она сразу появляется в ангаре. Давайте, неситесь сюда, БЦшки. Блин, как неприятно стало. Но зато я от этих товарищей барабанных сейчас отхвачу по полной программе. Ремкаемся, уходим, но что-то мне подсказывает, что особо результата это никакого не даст. Умудрились проехать через всю карту, заехать в тыл и при этом всем ничего бодрого с этого не получилось. Как вы видите, спереди машина пробивается абсолютно спокойно. То, что там есть какие-то углы склонения брони, это, безусловно, хорошо, а вот то, что они, в принципе, не сильно хорошо помогают, вот это уже, безусловно, очень плохо. Тысяча единиц нанесенного урона. Что касается результативности по фарму, то здесь, понятное дело, уходим в минус, потому что ничего не сделали особо. Ну, а что касается результативности в команде, то, как вы видите, находимся среднячком, но я так понимаю, что слились мы не благодаря тому, что мы конкретно плохо отыграли. Ну, а потому что есть ребята, которые вообще, в принципе, в забое ничего не сделали, это при том, что это были довольно-таки потенциально неплохие машины. Ну, что, поехали еще в одну катку. Никогда ничего не вырезаю из своих обзоров по одной простой причине, потому что я хочу, чтобы вы видели всю правду про машину. Я могу снять 20, 30, 40 каток, из них выбрать самые красивые, сделать неплохую нарезку, наложить хорошие интересные эффекты на видос и сказать вам, что машина просто великолепна и вам стоит на нее обратить внимание. Ну, или просто сказать, что оставляю выбор за вами, а как она играется, вы видели своими глазами, но это будет не совсем честно. Мне бы хотелось, чтобы вы видели полностью все, в том числе и вот такие фейловые бои, в которых вы тоже потенциально можете принимать участие. Чем, безусловно, данная машина хороша? У нее очень хорошая подвижность. Ну, прям, не могу сказать, что великолепная, но для среднего танка передвигается очень бодро, очень классно. Что касается маневренности, к ней нет абсолютно никаких претензий, абсолютно нет никаких вопросов. Если вы будете играть от неровностей, то помните, что угол склонения орудия вниз, сейчас я его покажу, он, в принципе, практически никудышний. И особого комфорта в игре вы ощущать не будете. Поэтому пытайтесь держаться где-нибудь вот в таких вот зонах, в которых вы можете прятать абсолютно картонный корпус, при этом отыгрывать от башни, которая обладает какой-никакой броней, и довольно часто, конкретно от башни, бывают рикошеты. Дело в том, что скосы брони очень неплохие, но и солба башням тоже довольно неплохо забронировали. Очень хорошая скорострельность, 5,5 секунд время перезарядки, это очень комфортно. Довольно точное орудие, позволяющее выцеливать на дальних и на средних расстояниях серые зоны в любых практически танках. Главное, чтобы у вас была поддержка вашей команды. Если эта поддержка у вас будет, то, в принципе, вы можете давать неплохие результаты, вы можете накидывать за бой по 2,5-3 тысячи урона, абсолютно не потея. Главное, держитесь рядом со своими союзниками. Ну и помните по поводу того, что как только вы выкатываетесь на кого-то, этот кто-то абсолютно без печали будет вас разбирать. К этому будете готовы, ну и, соответственно, тогда будет вам счастье. Что касается того, чтобы быть полезным. Как я уже сказал, главное, чтобы вы понимали свою картонность, и чем дольше вы будете жить в бою, тем больше от вас будет толку. Сейчас подожду своих союзников, сам на передовую лезть не хочу. Поехали, да, поехали вместе с тобой, друг. Ты так смотришь на меня, типа, едем, не едем? Конечно, едем, вопросов нет. Просто ехать самому не хочется. Ай! Вот сейчас очень-очень обидно было, потому что мне 60-й просто перекрыл обзор, соответственно, я не смог нормально закинуть. Очень бодро летит снаряд, очень точно летит снаряд. И в отношении орудия, наверное, на 10-м уровне среди средних танков, это один из самых лучших аппаратов. Мне, по крайней мере, он очень сильно заходит. Сейчас попытаемся хоть как-то схитрить. Я не знаю, правда, получится у нас это или нет. Ждем М-ку. Это наш шанс. И, слава богу, орудие позволяет его реализовать. Так. Сейчас поступим, конечно, мы как сволочь редкостная. Ах, не успел. Жалко. Иса 7-го мог выцелить, если бы он вперед не прокатился. Сейчас попытаемся из-под тяжка с кормы немножко поработать. Ну, давай, едь сюда. Понятное дело, что ты хочешь реализовать свой барабан, ну, а я хочу реализовать свою скорострельность. Не убегай, пожалуйста. Дай мне тебя добрать. Как вы видите, бой бою рознь абсолютно. И сказать, что данная машина будет всегда прям на все 100% отыгрываться великолепно в ваших руках, особенно если вы 50 или там уж тем более 45% игрок по победам, этой гарантии вам никто не даст. Но то, что вы будете получать удовольствие от игры на данной машине, это уже однозначно. И как я уже сказал, если вы с прямыми руками, и имеется в виду, качественно умеете применять немножко сложные машины в нашей игре, то хорошие результаты на данной машине вам будут обеспечены. Спрятался Шеридан, не успел. Не успел даже со своей великолепной скорострельностью. Я сейчас не успел выехать настолько хорошо, чтобы еще одну тычку закинуть. Но в любом случае это победа, и поверьте, не без нашего участия. По ощущениям, друзья, мне кажется, я должен был попасть сейчас хотя бы в топ-3 по урону. Это так, в притирочку. Хотя гарантии тоже нет, потому что и союзники довольно неплохо отыграли. Надо будет, кстати, лайкануть. 3000 урона, про которые я вам и говорил, абсолютно не потея, абсолютно не страдая. Просто повезло заехать туда, куда надо. И, в принципе, качественный изначальный разъезд, он дает свои результаты. А вот что касается фарма, то здесь, ребят, все очень скудненько получается. Третье место в команде по урону, как я и говорил, в тройку мы входим. Ну, а что касается фарма, ребят, то действительно это не фармер. Эта машина просто ради удовольствия, ради получения кайфа от того, как вы играете. Здесь по фарму я бы сказал, что мы выходим в ноль. По одной простой причине, потому что машина к фармерам не относится, коэффициент фарма у нее не сильно хороший. 10 тысяч серебром нам дали за особые достижения. Кредитом начислили, грубо говоря, там 29. Пополнение боекомплекта, пополнение снаряжения. Ну, короче говоря, все вот это вот довольно неплохо сожрало. И при этом все мы хотя бы не ушли в минус и уже большое спасибо. Ну, а что касается получения удовольствия данной машины, то, как я уже говорил, данное удовольствие машина вам обеспечить сможет. Открывать или не открывать конты, решение, безусловно, за вами. А вот стоит ли заиметь себе Т-22СР? Я думаю, что да. Если вы любите средние танки, то данная машина вам однозначно зайдет. Но на данный момент у меня все. Всех благ, всего хорошего. Подписывайтесь, пожалуйста, на канал, ставьте лайкос и пишите свои комментарии. Обязательно посетите мой дискорд-сервер, на котором вы можете пообщаться со своими единомышленниками. Можете посмотреть новости игры, вне зависимости от того, на каком сервере вы играете. И можете ознакомиться с новостями канала, где публикуется информация о выходе новых видео, что позволит вам не пропустить как минимум те видосы, в которых есть цифры, необходимые для полного кода, чтобы получить премиумную машину от автора канала. Мира вам, друзья мои, и обязательно спокойствия. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok